Это программа День с толком. В студии Артем Гусельников. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. На бумагу, на металл и на многое другое, что поможет сдержать резкий рост цен. От 3 до 7 лет. Кто сможет получить новые выплаты на детей? На скамье подсудимых барнаульский продавец контрафакта. Что о нем известно? Товаров, на которые растут цены, становится все больше. Но особое возмущение у барнаульцев сегодня вызывает стоимость офисной бумаги, средств личной гигиены и алкоголя. Наша съемочная группа провела собственный мониторинг цен и составила топ товаров, у которых цифры на ценниках взлетели особенно высоко. Тему продолжит София Яценко. Офисная бумага за 650 рублей, туалетная дешевле на полтинник. Цены на барнаульских прилавках, мягко говоря, пугают. В какой полке не подойди, найти товар за адекватные деньги с каждым днем становится все сложнее. Зубная паста, прокладки, моющее средство. Уже за такой набор в корзине придется отдать около 1000 рублей. Стоимость продуктов питания поражает не меньше. Палка средней по стоимости колбасы по цене килограмма свинины. Заметно подорожавшая молочка. Только бутылка молока почти 130 рублей. Барнаульцы недоумевают. Выживать становится все труднее. Допустим, вот я покупаю медикаменты, сегодня 200 рублей стоят. Через недельку еду, стоит 400. Я спрашиваю, возле какого свитка золота полежала эта коробочка, что она сколько стоит. И внятного ответа не получаю. Я ничего не покупаю. Не ощутил разницы. Ну как, совсем ничего не покупаете, даже сахар? У меня жена занимается всеми покупками. Просто отдаю деньги, а она уже покупает. А она уже ощущает, что цены поднялись. То есть рассказывала вам, да? Наверное. Зарплата-то не растет, а цена растет. Знаете, я не обостряла внимания, но подорожали, конечно. Никому это не нравится. И мне, и вам. Что по-вашему подорожало больше всего? Что ж у Тимии? Ой, вы знаете, я не знаю, у меня дочь все делает, а я только гуляю. Вы сейчас уже ощутили, что цены сильно возросли? Конечно, все подорожало. Автомобили подорожали, металл подорожал, продукты подорожали. Да все подорожало. Вообще все абсолютно куда-то. На что ни глянь просто. Все дороже стало заметно в разы. Какие бы товары не попадали в объектив нашей камеры, цены подняли на каждый. А пока правительство края разрабатывает механизмы поддержки населения, желание отовариваться заранее стремительно исчезает. Так даже сахар перестал пропадать на полках. Отпугивают цифры на ценниках. Металл и металлопродукция резко выросли в цене. Сейчас это серьезно беспокоит производителей, в том числе и алтайских. Накануне в Совете Федерации обсуждали, какие меры нужно принять, чтобы сдержать рост цен, который в конечном итоге может ударить по потребителям. Подробнее в сюжете. 15-30 процентов. Именно настолько подорожал металл и металлопродукция. На промышленных предприятиях, которые используют в производстве металлопрокат, сегодня, мягко сказать, обеспокоены. Потому что в конечном итоге рост цен серьезно отразится на себестоимости продукции. Так что же происходит с металлом на внутреннем рынке? Эту тему накануне обсуждали в Совете Федерации. Наша с вами задача предложить такие меры, которые позволят не допустить текущей ситуации. Искусственного повышения цен под предлогом последних ситуаций, под предлогом санкций. Этот вопрос актуален и для Алтайского края, как для аграрного региона. Если вырос в цене металл, подорожала сельхозтехника, а за ней и сельхозпродукция. Мы являемся крупнейшим производителем сменных рабочих органов, как на российскую сельскохозяйственную технику, почвообрабатывающую, так и на импортную. Доля цены металла или доля вообще металла в себестоимости данной продукции составляет от 70 до 80%. Мы через себя пропустили, особенно в прошлом году, как резкое, непрогнозируемое изменение цены повлияло и как на спрос, и так и на наше финансовое положение. Сегодня эксперты разрабатывают меры, за счет которых можно сдержать рост цены, соблюсти баланс интересов и металлургов, и тех, кто зависит от них. Например, на совещании озвучили предложение ввести в стране пошлины на экспорт металла. По мнению промышленников, сейчас назрела необходимость того, чтобы сырье российского происхождения стоило на внутреннем рынке значительно ниже, чем на мировом. Хотелось бы все-таки обратить внимание на то, что сказал у нас представитель Викторович Евтухов, когда проводил совещание с директоратом металлургических комбинатов. Он сказал о том, что мы не ограничиваем ваше ценообразование на внешнем рынке, но на внутреннем рынке вы все-таки, коллеги, будьте корректны. По итогам совещания в Совете Федерации подготовят предложение, которое обсудят уже на правительственном уровне. Ирина Корчагина, День с толком. Каким семьям положена выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет? Напомним, об этой мере поддержки в стране объявили накануне. Скажем сразу, ежемесячная выплата социальной поддержки предоставляется не всем родителям. Ее можно получить только в зависимости от дохода. Подробнее в сюжете. Ежемесячная денежная выплата на детей от 3 до 7 лет включительно. На такую поддержку сегодня могут рассчитывать семьи, в которых средний доход на каждого члена семьи менее одного прожиточного минимума. При этом необходимо учитывать и другие меры господдержки. Важный момент. Если у одного из родителей нет работы, и официальных причин не иметь ее, то выплате будет отказано. Государственная поддержка предоставляется в трех размерах. Либо 50% от величины прожиточного минимума на сегодня – это 5 762 рубля. Либо 75% от величины прожиточного минимума – 8 643 рубля. Либо в размере одного прожиточного минимума – это 11 542 рубля. И если брать на сегодня из практики уже сложився выплат, то у нас порядка 80% семей данную меру социальной поддержки получают в размере одного прожиточного минимума. То есть 11 542 рубля на ребенка в текущем году – это достаточно серьезная поддержка. Также сегодня Министерство судзащиты пояснило, будет это выплата единоразовой или все-таки ежемесячной. Выплата назначается на срок 12 месяцев. То есть вот каждые 12 месяцев заявитель, подающий заявление на данную выплату, должен пройти, соответственно, оценку его имущественной обеспеченности, оценку денежных доходов. Подать заявление на выплату можно через портал госуслуги. Подробнее о том, подходите ли вы под все критерии, можно по телефону, который вы видите на своих экранах. Добавим, все выплаты будут приходить на карты платежной системы МИР. Об этом родителям стоит позаботиться заранее. Валентина Аскерова, Ирина Корчагина. День с толком. Клещи в крае могут активизироваться уже через пару недель, сообщают в Краевом Роспотребнадзоре. Ежегодно кровососущие просыпаются в третьей декаде марта и начале апреля в окрестностях городов Бийска и Рубцовска, а также в предгорных районах края. Пока что в регионе не зарегистрировано ни одного случая присасывания клеща. Нашествие паразитов прогнозируют этим летом. Поэтому в ведомстве призывают вовремя ставить прививки от укуса. Так, в прошлом году клещевым энцефалитом заболели 5 жителей края. Среди них один ребенок. Всего в регионе жертвами кровососущих стали почти 10 тысяч человек. Треть из них – дети. Кадровый дефицит, в том числе молодых специалистов, пожалуй, самая актуальная на сегодняшний день проблема регионального здравоохранения. И это несмотря на то, что в сравнении с 2019 годом доля молодежи, по данным ведомства, выросла почти на 2%. Об этом сегодня говорили на форуме молодых врачей. Целью форума является прямой открытый диалог. Для того, чтобы мы понимали запрос в отрасли. Для того, чтобы мы понимали, куда ребята думают развиваться в дальнейшем. Поскольку через 5-10 лет это будет основной костяк здравоохранения Алтайского края. А будет ли? В зале 330 человек из городов и районов края. Но проблемы у всех похожи. Заработные платы это и в принципе переманивание молодых специалистов в бюджетной организации и в небюджетной организации. Но я думаю, что все-таки на настоящий момент актуальной проблемой все-таки является передача опыта. Не хватает совета, совета более старших сотрудников, которые могли бы наставить на путь истинный. Вторит инфекционисту и врач бийской стоматологии. В профессии она уже порядка 7 лет, но как и Виталию в свое время не хватало наставников, поддерживающих и помогающих. Были и другие проблемы. Если брать совсем юного доктора, то он сталкивается с очень большой нагрузкой пациентов. То есть он принимает не только на свою ставку, которая ему положена, но и сверх нее. И не всегда справляется. Происходит эмоциональное выгорание и профессиональное тоже. Всем этим делились и с коллегами, и с министром здравоохранения. Кстати, общение продолжится. Сегодня был избран совет молодых врачей в составе 20 человек. На регулярной основе будут проходить заседания советов, которым будет предлагаться, скорее всего, решение каких-то проблем. И я думаю, что дальнейшее будет действие. Это все-таки представление этих проблем с путями решения уже непосредственно руководству Министерства здравоохранения Алтайского края. В числе насущных проблем региона, которые предстоит решать совместно, кадровый дефицит, заработные платы молодых врачей, проблемы социального найма жилья, получение компенсации за съемное жилье и другие. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Пенсионеры становятся способом наживы мелких юридических компаний. Об этом на встрече с губернатором края Виктором Томенко рассказал уполномоченный по правам человека в крае Борис Ларин. Чиновник заявил, что МВД уже начали проверку организаций, которые за деньги оказывали юридические услуги пенсионерам. Например, в составлении элементарных обращений в различные инстанции. Из этих сотен обращений, где-то две трети подготовлены недобросовестными, бессовестными, точнее сказать, юридическими компаниями, которые обещают пенсионерам улучшить их пенсионное обеспечение, безосновательно обещают, берут деньги за составление элементарных писем, иногда там даже в адресах путаются, и направляют их в пенсионные фонды, уполномоченные по правам человека, в министерство социальной защиты. За подготовку одного письма берут от двух тысяч рублей. Таким образом, люди платят ни за что. Составлением обращений и прочих документов, подчеркнул губернатор, могут заниматься и госслужащие. Не нужно прибегать к помощи каких-то странных структур. Есть государственные органы, у которых обязанности – это разобраться с ситуацией человека, помочь, включиться. И сегодня на это все органы, и федеральные, и региональные настроены. Ленинский районный суд Барнаула приступил к рассмотрению уголовного дела Сергея Белеменко. Его обвиняют в незаконном обороте контрафактных сигарет и алкоголя в крупном размере. Барнаулец продавал товары в рюмочной на рынке Докучаева. Именно эта точка фигурировала в расследовании о контрафакте, которое наша редакция провела летом. Подробнее о первом судебном заседании в сюжете. Три судимости за четыре года. Начиная с 2018-го Сергея Белеменко регулярно судят за торговлю контрафактом. В так называемой рюмочной на Докучаевском рынке нелегальный предприниматель продает алкоголь и сигареты без акцизных марок. При этом он вкладывает в закупки товара миллионы рублей. Несмотря на юридический рецидив, Белеменко отделывается несущественными наказаниями. Трижды суд выписывал ему штрафы. Например, 52 тысячи рублей в 2018 году. Срок Белеменко получил лишь однажды. Однако и он оказался условным. В сентябре прошлого года торговца приговорили к двум годам лишения свободы условно. Также правоохранители обращали внимание и на саму рюмочную. Органы ФНС уже выявляли там нарушение, предусмотренное частью первой статьей 14.1 КОАП РФ. Тогда же налоговая служба выявила факт продажи табачной продукции без акцизных марок. В июле 2020 года по тому же адресу полицейские изъяли немаркированную алкогольную и табачную продукцию на общую сумму 2,5 миллиона рублей. Теперь Ленинский районный суд приступил к рассмотрению очередного дела Белеменко. Вновь уже в четвертый раз его обвиняют в торговле контрафактом. Уголовное преследование началось после выхода серии расследований нашей редакции, где и фигурировала та самая рюмочная. Как следует из позиции стороны обвинения, в период с 6 ноября 2019 года по 22 января 2021 года в неустановленном месте у неустановленного лица Белеменко закупал контрафактные алкоголь и табачные изделия на общую сумму 900 тысяч рублей. В числе товара фигурируют даже канистры с этиловым спиртом. Реализовать эти товары он собирался в Барнауле в арендованном им помещении на улице Попова. Несмотря на ход дела, точка продолжает работать. Так, неделю назад мы вновь провели контрольную закупку. Алкоголь не приобрели, но сигареты по 95 рублей якобы армянского производства купили. После закупки мы направили запрос о проверке в МВД. По нынешнему делу Белеменко может грозить до трех лет лишения свободы. Но будет ли он серьезно наказан или вновь отделается штрафом – вопрос открытый. Точно так же открытым и остается вопрос о его нахождении на свободе. Что это – удачливость или влияние покровителей? Артем Гусельников, Дмитрий Денисов, Алексей Фризин. День с толком. На конкурс социально значимых проектов «Мой проект моему городу», который проводит в Заринске фонд Александра Прокопьева, представлено 18 работ. Все они соответствуют заданным направлениям – добровольчество, патриотизм, культура, ЗОЖ и благоустройство территорий. Мы уже рассказывали об одном из участников – кавер-группе «Квинта». О том, кто еще участвовал в конкурсе и кто же выиграл гранты размером в 200 тысяч рублей – в следующем материале. Все смирно, больно, больно. Заправиться все. Заринский военно-патриотический клуб «Маргеловец» готовит будущих солдат уже более пяти лет. Сейчас здесь занимается 21 курсант. При этом в рядах ВПК не только парни, есть и девушки. Все они получают начальную военную подготовку. Разбирают и собирают автомат, изучают устав и рукопашный бой, а также прыгают с парашютом. Я хочу три прыжка сделать как минимум, потому что при трех прыжках дают разряд по парашютной подготовке. Прыжок очень охота сделать уже поскорее. Как-никак это новые эмоции, новые ощущения. И поэтому хочется вот прям побыстрее прыгнуть уже. Однако из-за отсутствия финансирования прыжки вынуждены оплачивать родители курсантов. При этом стоимость одного около пяти тысяч рублей, что существенно бьет по семейному бюджету. Для того, чтобы помочь семьям воспитанников, клуб решил принять участие в конкурсе проектов, объявленном фондом депутата Госдумы Александра Прокопьева. Еще один коллектив, который принимает участие в конкурсе – коллектив детского сада «Колокольчик». Здесь все дети, начиная с младшей группы, среди которых есть и малыши с нарушениями развития речи, занимаются музыкой. Ребята сами выбирают для себя инструменты, осваивают их вместе с педагогами и учатся играть в оркестре. Ребята учатся играть на шумовых в основном инструментах. Это у нас деревянные ложки, бубны, барабаны представлены. Также, конечно, мы используем для работы музыкальные инструменты металлофоны, ксилофоны. Есть у нас инструменты, сделанные своими руками. Такие занятия, говорит Татьяна, воспитывают в детях познавательную активность и творческий потенциал. А также совершенствуют крупную и мелкую моторику, развивают слух и чувство такта. В планах педагогов создание уличной музыкальной площадки с символическим названием «Уличные музыканты». Это и глюкофон, это и ксилофон, это и барабаны, это и панфлейта, это и гонг. То есть разнообразные инструменты, они будут на определенных арках, подвесные, и возможность доступа будет абсолютно любых детей разного возраста. Еще одни участники конкурса фонда Александра Прокопьева – юные заринские туристы. Уже более 20 лет объединение регулярно устраивает походы. Маршруты школьники разрабатывают вместе с опытными инструкторами. Так, прошлым летом туристы составили и прошли по Алтайскому краю почти десяток маршрутов, каждой длительностью 3-4 дня. Самый интересный поход – это был в Бобровку, такая деревня. Туда мы сначала ехали на электричке до Барнаула, с Барнаула по реке, мы плыли на теплоходе. Мы ходили по окрестностям Бобровки, ну, за окрестностями Бобровки, все смотрели, изучали, там были всякие пруды, короче говоря, смотрели природу. Такие наблюдения дополняют абстрактные теоретические знания, развивают культуру восприятия, помогают познавать окружающий мир. Участники походов регулярно пополняют фонд музея. Из своих путешествий школьники приносят редкие камни и предметы быта. Ночуют юные туристы в палатках, но за годы использования они, как спальники и рюкзаки, пришли в негодность. Вот оно все, истрепанное, старое, где тоже фастексов нету. Кроме того, говорит Светлана Вайгель, в старых спальных мешках дети замерзают при ночевках даже в плюс 15 градусов. Обновление инвентаря, считают в объединении, позволило бы возродить местный туризм. Люди изначально, из древних времен, привыкли перемещаться куда-то, смотреть что-то новое, изучать новое. И те люди, которые у нас когда-то занимались, когда были маленькими еще, они сейчас вспоминают с теплотой в душе, в сердце о том, какие были путешествия, как это было интересно. И вот итоги конкурса «Мой проект моему городу» подведены. Победителями стали 8 проектов различной направленности. В том числе гранты получат юные военные из ВПК «Маргеловец», детский сад «Колокольчик» и заринское туристское объединение. Также в числе победителей и кавер-группа «Квинта», с которой Александр Прокопьев встречался при старте конкурса. Музыканты мечтали о новой барабанной установке. Теперь они, как и другие призеры, смогут реализовать свои социально значимые проекты. А значит, будут развиваться и двигаться дальше. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком. Артем Гусельников, День с толком.